Эти печи в нашем регионе, я бы сказал, наверное, относительно недавно начинают появляться. Заказчик говорит, что его построил его отец, а он ему помогал, поэтому он его не хотел разбирать. Смысл тоже большие швы не надо делать, то есть оно и начнет крошиться, ну, последствия определенно могут возникнуть. Переднюю часть наклеим, поставим дверку, полку и покрасить. Заехали еще на один объект, сейчас вот здесь как раз для примера хотелось бы про швы сказать, да, и про сам кирпич. Это каминопечь, да, Дима, дашь информация немного о самом объекте, то есть кто строил и, так скажем, задачи. Хорошо, вот эту каминопечь построил мастер Степан Кирьянов, тоже из Новосибирска. Ну, я как в какой-то степени помогал ему там с проектом, комплектации материала и тому подобное. Вот, что бы хотелось про эту печь сказать, то есть кирпич мы тоже использовали Кирво-Чепецкий, Марсбург-Кварц. И вот особенность по швам, то есть вот здесь уже на каминопечи шов уже где-то миллиметра 4-5, наверное, где-то так. Ну, то есть в сравнении с тем, что сейчас мы видели этот, то есть как раз вот в X2, там если 10, то здесь... Да, тут еще какие моменты, что это все-таки отопительная печь, отопительная печь и больше, там более высокие температуры. А там на барбекю все-таки задачи чуть-чуть другие. То есть она будет полностью прогреваться и поэтому тут смысла тоже большие швы не надо делать. То есть оно и начнет крошиться, ну, последствия определенно могут возникнуть. Также это выкладывали на глинопесчаный раствор, а там получается на цементной основе все-таки. То есть это смесь или это? Это смесь готовая? Это готовая смесь. Терракот, да? Готовая смесь терракотовская. У нас на рынке там производителей немного, там парочку, наверное, в основном, которых мы используем. Многим кому-то не нравится, но мы активно используем эту смесь. Да, был у них какой-то период, то что песка было, возможно, больше, да, то есть сыпался. А сейчас оно, в принципе, себя хорошо рекомендует, все нормально работает. Здесь еще есть нюанс, как воздух из-под пола, да, то есть задуман. Да, стоит у нас приточка, которая регулируется за движкой специальной, да, она идет из-под пола. Когда все-таки каминная печь, она топится, ну, сколько там, часа два, в среднем ее надо топить. И чтобы поступало определенное количество кислорода шло не из помещения, а именно с других мест. Вот специальную приточку используем. В данный момент вот такое решение приняли. Так как у заказчика это изначально тоже была такая задумка. Техзадание, так скажем. Да, техзадание, да. То есть было и... Ну, а здесь какие плюсы вообще из подвального? То есть это мы просто вентилируем подвал, да, первое? Да. И второе, не забираем из помещения, ну, кислород, так скажем. Да, да, все верно. Вот это основные, наверное, такие моменты. То есть некоторые приточку тоже делают с улицы, и у нас как-то был определенный момент, то есть когда с улицы делаешь, то начинает образовываться конденсат, и лучше так не делать, особенно в наших сибирских условиях. Где-то... То есть он везде помаленьку возьмет, да, так скажем, саккумулирует отдушины, потому что есть, вот смотрим, под фундамент. Да, и более теплый воздух уже будет поступать, а не с улицы с более такого минуса. Сколько времени на такую печь уходит? Ну, на эту печь тоже ушло в среднем там 7-8 дней. 7-8? Да. Чего быстро делать? А кирпича сколько тут? Подано 4? А, нет, поменьше кирпича, где-то 3 поддона ушло, наверное. 3 поддона. Вот здесь еще нюанс, что фундамент, здесь мы видим красный, да, такой уровень пола. Да, тут у нас еще много ушло, чтобы уровень пола будет специально прокладываться, теплый пол будет, поэтому здесь вот мы уже уровень поднимали немножко. Эти печи в нашем регионе, я бы сказал, наверное, относительно недавно начинают появляться. В Питере, там, в Карелии используются такие печи. В Иркутске. В Иркутске тоже, да? Ну, сейчас вот в последние годы я заметил то, что запрос на них более высокий. То есть, где-то лет 5 назад даже мы их особо-то не выкладывали. Еще какие особенности? Здесь высота потолка около 3 метров, даже вроде больше. Вот эта печь обычно стандартная, она где-то идет 2,10, 2,20. Тут у нас она повыше. Для того, чтобы печь не смотрелась сильно маленькой по сравнению. И также было по тех заданиям заказчика, чтобы обогревало и это помещение, и сзади находится спальня, чтобы то помещение тоже хорошо прогревалось. Ну, и комната одинаковая получается. Да, комната примерно одинаковая по размерам. Здесь больше как раз нагрева еще можно... Вот и будет от излучения тоже, да. Внутреннее убранство, это дымообороты как... Да, тут есть и дымообороты, и колпаки. То есть, первое, она идет, дымообороты вниз опустились, вверх поднялись, и вот сверху здесь как бы колпаковая система, уже колпаки, и потом пошло в общую трубу. Ну, ладно, внутреннюю часть не просканируешь, а сейчас не поймешь. Да, потому что вы уже протопили печь. Так вот, причесные также стоят здесь внизу, сверху. И то есть, поставили тоже как бы симметрично они находились. Вот эти детали Степан, он уже на месте в согласовании с заказчиками. Это вот принимали решение. А так изначально тут у нас все угловое как бы рассматривалось. Прямые углы обрали. И тут Степан это все на месте уже придумал. Пошли уже по всем объектам, по всем дачам. Да, вот сейчас заехали на совсем простой, то есть, дачные объекты никто не отменял, да? Здесь была печка или камин? Ну, как камин она использовалась с дымооборотами. Да, то есть, сейчас задача, чтобы ее сделать. Проблема была какая-то, что во время растопки тут дым болел. Прям сюда-сюда помещение очень сильно дымило. И мы какое решение приняли? Во-первых, она вся была уже в трещинах этих. Мы частично демонтировали эти места. Сделали вот прямой ход один. И получается, тут проблема еще в чем была то, что дымоходы шли горизонтальные. Вначале она сюда заходит, сюда, потом раз выворачивается в общий дымоход. И мы сейчас вот в этом месте сделали напрямую. И когда... И поставили задвижку. То есть, когда растопили, задвижку открываешь, она напрямую пошла. Две задвижки когда открыли. Потом эту задвижку закрыли, дым огонь уже проходит уже по другому пути, то есть, более длинному. И этот щиток тоже прогревается полностью. Также было решение, просто отреставрировали его, заштукатурили под дальнейшую покраску. И тут дверку уже заказали, дверка готова, скоро смонтируем. Но когда первый этап работы сделали, и дверку уже хотели смонтировать, заказчик сказал то, что я вот надумал еще вот такую облицовку сделать. Сверху плитку положить, и получается еще камень искусственный. Сымитировать камень получается, как портал камина, да? То есть, такие работы уже производятся, получается, в несколько этапов. Вот сейчас уже, на данном моменте, облицовку производит Евгений Михайлович, который присутствует сейчас вместе с нами. Может, Евгений Михайлович тоже расскажет про такие облицовки, потому что у него одно из любимых элементов, деталей, которые он любит работать с камнем. Плитка именно. Да, и плитка именно с камнем. Вообще, в большинстве случаев даже с натуральным камнем. Я натуральный камень в основном применяю, да. Да, вот Евгений Михайлович, может, расскажешь там какие-то моменты, что тут. Но здесь, от начала может пойти или штукатурка, да тоже все Евгений Михайлович? Нет, вот основание мы уже подготовили, получается, перед этим. Основание подготовили, этим, кстати, занимался тот же самый мастер, который камин в печь выкладывал, Степан Криянов. Я пришел только вот облицовку выполнить, переднюю часть наклеим, поставим дверку, полку и покрасить нужно ее. То есть решили покрасить. Да. Я предлагал заказчику декоративку, что-то он не соглашается. Он вообще говорит, пускай так будет, ну так же это немножко все пятнистое. А декоративно, типа эти, как караеды? Можно караед, можно просто песчаник. И вот подрезку он, я сказал ему, что подрезать не смогу очень ровно. Он каких-то мастеров нашел, чтобы подрезали прямо идеально у него. Да, и еще вот его задача, то что я, говорит, хочу, чтобы уголок, такой же, ну как заводской, вот именно в этом месте. Ну то есть такой подходщик и темный. Это заказчик, да, то есть не захотел, чтобы вот такой прямой остался, а вот именно, чтобы закругление было это. Ну а там отверстие, это как оно крепится будет? Нет, ты приклеиваешься. На мастику наверное буду пробовать. Ну либо иногда используя там бухкомпанетные. Суперклей нажмите и все. Суперклей? Ну вообще спокойно. Да, специальный клет там. Да не надо ничего, суперклей. Ну то вот такой, соединишься. Это как бы космосед, космосед что-то. Здесь так же еще будет дверка с двумя створками и с подувалом. Хотя подувалка тут уже была предусмотрена. И еще, какая еще задача у заказчика была? Я говорит, не хочу. Это вот пространство, да, терять, то есть максимальную дверку, говорит, хочу поставить. Поэтому мы еще эту печь частично захутировали именно заднюю часть. Спереди ничего не стали делать, чтобы не терять объем. Но вообще нормально это пол кирпича оставлять, то есть не порвет, она не будет ловаться. Ну а они сколько тут использовали, печка стояла 20 лет. Они же каким-то образом использовали. Она не топилась просто. Почему так пилось? Ну кирпича будет дохода еще. Потому что в процессе переборки, это же видно то, что кирпич он уже такой, то есть требует, требует, да. Частично какие-то кирпичи мы заменили. Просто при такой топке тут, наверное, и... Да, они умудрялись каким образом. Они типа заслонки сюда придумали, когда растопили, заслонку ставили металлическую. Русская печка, да? Да, типа русская печка. Ну тогда ни огня не видно, ничего. А этот дымоход самый основной сколько, в 5 кирпичей? Да, здесь получается 5 кирпичей. Конечно, для такого камина желательно больше диаметра делать, но за счет дверки и за счет того, что мы прямой ход сделали, он все равно будет функционировать. Так как высота дымохода довольно-таки приличная. Получается там порядка 4 метров, наверное. Там еще второй этаж есть. Да, второй этаж. И на втором этаже там идет, здесь пятерик идет, но мы максимально там постарались его немножко увеличить, а труба там на 200 идет. В принципе, должно работать. Да, будет. Ну и дверка будет закрыта, это неоткрытая топка. Камин-замин. Чтобы не коптелось, главное объем-то большой. Нет, не будет. Это точно не будет. Для этого заказчика это как он дачи использует, а так еще планируются кое-какие работы более серьезные, более глобальные. То есть интерес в тех работах больше, чем в этом. Да, тут нам все-таки пришлось помочь заказчику тоже, потому что такие работы требуют очень много времени, и если вот по трус-затратам посчитать, за это время можно было полноценную, хорошую печь построить. Ну да. И в том числе и меньше заработать. Меньше кровью обошли. Да, да. Ну а финансово выгодно клиенту, допустим, вот такие переделки делать, если, допустим, посчитать, снести все, что было, и новую печь сложить. Пусть она может там без плитки, без штукатурки ровная, из такого простого перепечатать, чтобы она отопливала. В данной ситуации, наверное, заказчику можно было новую печь построить, потому что сейчас каждая плитка это около 5000 стоит именно угловые элементы. Эти подешевле, там в районе 2000 стоит, тоже квадрат плитки тоже прилично стоит, да, и, соответственно, самая дорогая это дверка, которая стоит более 40 тысяч рублей. Ну вот я об этом же как раз и... Еще и работа же тут стоит. Еще плюс работа, да, в принципе, можно было, наверное, за эти деньги построить уже новую печь. Не, ну, я добавлю, эта печь у него память об отце, поэтому... Да, 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 еще, да, какой-какой момент, то, что заказчик говорит, то, что его построил его отец, а он ему помогал, поэтому он его не хотел разбирать. Хотя он вполне состоятельный человек, который мог бы это все сделать. Ну, этим все оправдывает, то есть, да, ну, что многое было, да, зависит как раз, и даже детство, то есть, ну, более, если отец сделал. Да, дверка, говорю, дверка, ну, дорогая будет, такая большая дверка, говорю, дорогая будет, он говорит, ничего страшного. Делаем. Да, делаем. И там еще, получается, под лежанкой сделали там большая такая ниша, специально, чтобы ребятишки, дети там прыгали, бегали, веселились. Чтобы дети испытывали прелести русской печки. Ну что, будем кушать, наверное, сейчас уже уйдем от камеры. Давайте всем приятного аппетита, ну, на видео мы закончим. Фото на память. Фото сделаем, да, чтобы тоже память не осталась. Ставим лайки, подписываемся на канал. Бой печной мир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok